Одесские городские власти получили награду на международном европейском конкурсе строительных проектов «Модернизация года за Потемкинскую лестницу», о чем в мэрии заявили в ходе заседания исполнительного комитета еще 30 августа. Награда нашла героя в том смысле, что городские власти радостно отрапортовали, мол, титанический труд чиновников, приложенный к ремонту Потемкинской лестницы, не остался незамеченным в Европе. И в подтверждение этого чиновники заявили о присуждении награды на некоем международном европейском строительном конкурсе «Модернизация года», который проводится вот уже 21 год. Проводится уже 21 год конкурс под названием «Модернизация года». В этом году мы приняли участие, как Одесский городской совет приняли участие в этом очень компетентном международном конкурсе, представив на рассмотрение работу, связанную по реставрации Потемкинской лестницы. Понятное дело, что нам стало очень интересно. А что же это за такой международный конкурс, о котором в принципе никто ничего не слышал? Тут уж, как говорится, гугл в помощь. И вот открываем официальный сайт конкурса. И что мы там видим? Конкурс действительно существует 21 год. Правда, предыдущие 20 лет это был конкурс республиканский, проводился исключительно в Польше. С прошлого года в конкурсе приняла участие другая европейская страна – Белоруссия. И таким образом конкурс стал международным. О чем и говорится на официальном сайте. Более того, чтобы поучаствовать в столь значимом конкурсе, надо заполнить заявку, прислать фото объекта. Причем, как подчеркивается, бесплатным является только первый этап. То есть следующий этап уже, соответственно, за деньги и после того, как будет получено приглашение оргкомитета. То есть, чем больше заплатишь, тем выше шансы на победу. Такая какая-то организация, именитая международная, так можно такую создать в Одессе и тоже выдавать премию. Когда заходишь на сайт, то сразу все вопросы отпадают. И еще не может не настораживать название номинации «Модернизация года». Это мы, извиняемся, как понимать. Потому как реставрация Потемкинской и модернизация Потемкинской – две большие разницы. И одно исключает другое. Да, модернизация, да. Ну, комментарий будет такой. Квалификация наших чиновников, которых каким-то образом набирает господин Труханов, она всем известна, она весьма невысока. Поэтому рассказывая нам все время, что на памятниках, тем более национальных, можно вести только реставрацию, даже не реконструкцию. Они там вдруг получают на конкурсе «Модернизация». Ну, это прекрасно, это прекрасно. Но обидно другое. Ну, то, что они сами убогие, ладно. Почему они считают убогими одесситов? Одесситы грамотные. Они заходят в интернет и смотрят, что это за организация, что это за конкурс. Каким образом их получают? Вот что пишет интернет-ресурс «Волна». Как показала практика, ответственность Одесской мэрии величина непостоянна и заканчивается она ровно на том месте, когда начинается распределение бюджетных денег. Так совпало, что эта награда последовала после развернувшейся дискуссии в соцсетях о качестве реставрации Потемкинской лестницы. Одесситы опубликовали фото некоторых деталей от реставрированной лестницы и задали вопрос мэру города. Нравится ли ему качество выполненных работ по восстановлению исторического памятника Одессы? Но до того ли Геннадию Труханову ему торжественно вручают награды и премии? В общей сложности, отмечает «Волна», управлением капитального строительства незаконным образом было использовано почти 22,5 миллионов гривен для приведения разного рода строительных работ с Потемкинской лестницей и в ее охранной зоне. К тому же, сообщает «Волна», по некоторым слухам стало известно, что работы по реконструкции проводились даже не компанией «Экострой», а некой субподрядной организации, рабочие которой не имели нужной квалификации для проведения столь сложных работ. «Волна» отмечает, каким образом проект реконструкции Потемкинской лестницы мог получить данную награду, остается загадкой. Ведь лицо Одессы не спрячешь, и каждый, кто ходил по лестнице, успел оценить качество выполненных работ на столь удачно модернизированной духе нынешней городской власти несчастной Потемкинской лестнице.